В этот день наш микрофон был открыт для всех желающих. Люди сами с удовольствием подходили, делились впечатлениями, читали стихи. Многое было сказано про бессмертный полк. В этот раз в нем собралось 30 тысяч человек. Сегодня солдаты, как в годы войны, глядят с фотографий. Бессмертно живые. На всех одной клятвой в веках скреплены. Ни шагу назад всех помнит Россия. Потомки хранят имена, ордена, наследство века. Россию. Россию. Все пришедшие с портретами хорошо знали, кого они представляли. Ведь для подготовки к этому дню людям пришлось поднимать архивы, искать фотографии и выяснять историю своих родных и близких. Я очень горжусь своим прадедом, потому что благодаря всем воинам и благодаря ему сейчас над нами мирное небо. Это мой прадедушка по маминой линии. Он воевал под Сталинградом. А это мой дедушка по папиной линии. Он был артиллеристом и воевал на Малой Земле. Он награжден медалем за два года. Когда ты стоишь в строю, действительно мурашки по коже идут. Потому что смотришь по сторонам и видишь, сколько людей не вернулось с войны. Сколько людей погибло уже от естественных смерти после Великой Отечественной войны. Сколько их с нами уже нет. И вот от этого еще больше осознания. От того уважения к тем ветеранам, которые остались сейчас с нами. Для меня это главный праздник. Самый важный в году. Помимо военных рязанского гарнизона, которые красиво с песней прошли по главным площадям города, в Рязани было много простых людей в форме военных лет. Так они старались показать свой патриотизм. То, как надо помнить. Я желаю Дню Победы, чтобы всегда в нашей России был порядок и все было хорошо. Чтобы у нас не повторилась война. С Днем Победы. Мы непобедимые. Нас невозможно победить. Мнение о том, что Россия непобедимая держава слышалось со всех сторон. Эти же слова произнес и глава региона. Это очень важно, когда дети, внуки, правнуки гордятся своими предками и несут эти фотографии. Это вообще вызывает чувство сплоченности нации. Это видят все. Весь мир видит это. И все понимают, что с Россией надо дружить. Не надо с Россией воевать никогда. Ветераны в своих интервью напоминали о том, что все россияне всегда должны быть готовы к любой трудной ситуации для защиты своей страны. Они вспоминали времена войны и рассказывали о том, как это было. Сначала было тяжело. Не хватало опыта. Враг был опытный. Но я ушел на фронт не ради славы, а ради жизни на нашей любимой родине. И мне легко было преодолевать все трудности. Этот праздник вызвал бурю эмоций у людей. Он продолжился выступлением группы спецназа, массовыми гуляниями и бесконечной радостью горожан.